Добрый вечер, господа! Я рад вас приветствовать на своем канале. Это будет пробное видео, посмотрим, как оно пойдет. И будет называться обзор главного двигателя, или преимущество главного двигателя под названием Зульцер Вярцова. Потому что я всю жизнь свою проработал на... Была парочка Митсупиши и все остальное, это Бурмейстер и Вайн. Первый раз я попал на такой... Не на такой двигатель, а на Зульцер в 90-м году, будучи курсантом и когда меня пригласили, можно так сказать, почистить, были продувочные окна, выхлопные во втулке, я тогда еще понял, что, видимо, я поступил не на тот факультет. Когда я просидел, жара была плюс 70 градусов внутри во втулке, когда я ее чистил, потратил часа 4, часов 5, наверное, ну 6 человек нас было. И прошло 17 лет, попадаю снова на Зульцер. Ну, уже 3 месяца на нем поработал. Естественно, когда сталкиваешься с какими-то проблемками, особенно моточистки, но моточистки вот подойдут, скоро будет видео в ускоренном формате, мы снимем, поменяем ExoSt-Fel, 4-й цилиндр, и на нем же, перед моим отъездом, поменяем поршень. Тогда уже, конечно, будет еще о чем рассказать, но пока что небольшие проблемки были, и такой обзор, можно сказать, даже в более лучшую сторону по сравнению с Бурмейстером и Вань. Ну что ж, начнем с характеристик. Называется он 7RTA84TD, 84 диаметра втулки, 84 сантиметра, и мощность всего 39 тысяч лошадиных сил. Ну, если начинать сверху вниз, давайте обзорчик такой. Начнем с турбочарджеров. Их всего два. И что интересно в этом двигателе, когда, например, мы работали СТС и постоянно были, и уходили дрейфовать на малых оборотах. А, кстати, обороты у него максимум 74, но где-то 13 условно набирает 67 оборотов, это в полном грузу. Кстати, расход топлива 100 тонн. Обалденный расход, конечно. Самый большой за всю мою историю на судах. Ну, так как и банкировка здесь тоже, танки громадные, 10 тысяч кубов, в последний раз забанкировались 5-500 тонн, поэтому хватит вообще еще и моему сменщику надолго, на месяц 3, нужно до конца контракта и хватит. Начинаем с турбочарджером. Я говорил, и мы отъезжали дрейфовать со скоростью, скорость не помню, в общем, RPM 46, 46 Revolution Per Minute. И обычно, когда идешь, получается, работают два турбочарджера и две auxiliary blowers. Надув никакой, где-то 0,3-4 десятых. И получается, и эти дуйки работают, два движка работают, и температуры высокие. Какой есть нормальный вариант в этом двигателе? Турбочарджер номер 2 имеет inlet valve и outlet valve. Мы перед этим договоримся с капитаном, который кореец, сейчас дальше расскажу. Закрываем inlet outlet и идем на одном турбочарджере. Сразу надув вырастает нормально, я уже не помню, сколько был, 0,9, даже под один килограмм. Эти axils и blowers выключаются, и все нормально, температуры падают. Ну, естественно, если будет разгоняться больше, надо снова останавливаться, вкрывать клапана, потому что на ходу это делать нельзя. Ну, в каком-то авринном случае, получается, можно всего одну турбину отсечь. Не так, как идешь на одной турбине, что делать. Идем, какая у него болезнь? Это, конечно, на бурмейстер-ываль, я вообще не встречал такого. Индикейтор кокс. У нас 7 цилиндров, их надо, как нам завещали предыдущие товарищи, потому что мы стояли, сейчас пошли в Европу, продувать каждые два дня. Открываешь, продуваешь, пш-пш-пш, нормально. Забыл продуть. Все, вот мы шли обратно, 3 дня не продували, все, 7 забилось. И в каждом порту ты начинаешь их менять. В общем, то ли отверстия какие-то сделали, маловатые, ну, болезнь, скажем так. Так, дальше идем. Lubricators. Ну, здесь предыдущий контракт у меня был Alpha Lubricators. Все там Digital, Digitally регулировали. А в этом случае, ну, обычные шарики, насосик, поддается два круга. Это 8 точек смазки и внизу 8 точек. И Load Dependent Lubricators. 16 точек смазки на каждый цилиндр. И в сумме получается на 60-7 оборотах 800 литров. Это, конечно, очень много. Очень много, но что делать, масла у нас тоже не надо. Так, пошли дальше. Значит, HT Cooling. HT Contour. Здесь, ну, все то же самое, как на Webmaster. Парочку насосов идет через LT. Ну, тут еще такой интересный юнит типа гидрофора. HT Buffer Unit. Как бы он аккумулирует. давление и, допустим, а еще есть один насосик и тоже танк, он же Drain. Там постоянно находится вода. И насос работает на автомате. Если уровень падает, он автоматически включается, подпитывает этот Buffer Unit. на бурмейстере этого не было. Есть клапан. Здесь на бурмейстере просто охлаждение было. Подается HT, проходит через, охлаждает втулку, потом Cylinder Head, Exhaust 12 и выходит. Здесь этот клапан, постоянно тоже с ним проблемы. В общем, когда главный двигатель стоит, охлаждение идет на Cylinder Head. Когда начинает идти, стартует главный двигатель, Death Low Head, он начинает шевелиться в верхних пределах. Получается, ну, скажем, приблизительно 20% воды идет на Cylinder Liner, 80% на Cylinder Head. Чем больше увеличиваем скорость, RPM, тем больше этот клапан уходит на середину, там же начинает вращаться. Получается 50% Cylinder Liner, Cylinder Head. Еще больше оборотов, больше уже идет на втулку охлаждения, чем туда. Ну, если какие-то бывают заклинят йоды, пару лет назад были корейцы, они, видимо, этим делом не занимались и меняли втулки постоянно. Exhaust Velos, ну, такие же скоро будем менять, все то же самое, закрываются воздухом, открываются гидравлический, гидравлический актуатор, Hydraulic Road, и, что на них две гайки, Hydraulic Jax по 40 кг весит, ну, две, а не четыре, открываются на 1000 бар, скоро испытаем, через пару дней. Air Receiver, залазили мы уже раза три, смотреть кольца, можно стоять вот с моим ростом полный рост, не так, как я на Бурмейстере залазил, и там воздух идет именно вот не так, как на Бурмейстере, снизу через флэп, через захлопки, а потом продувочные окна. Прям вот эти флэп стоят напротив продувочных окон. Нормальная продувка, ну, что внутри то же самое все. Самое интересное, старт запускается, тихо, вообще идеально, можете послушать, это я как раз снимал реверсы. Теряет при пуске где-то полтора килограмма, я понимаю, ну, у меня были варианты два-три килограмма на Бурмейстере, и посмотрите мой сериал «Сто тридцать шестистистины», когда капитан стартовал с семи узлов вперед-назад, ничего не получилось. Здесь я уже этого корейца предупреждал сколько раз в десять, он просто корейский дрифтинг устраивает, вперед-назад, и все это как бы главное выдержит, я понимаю, что-то плохо, ну, что ему объяснишь, спокойно теряет, говорю, килограммчик, а потому что, что интересно, на пусковом воздух-труба нет трубочки, которые спускают лишний воздух, он просто все внутри находится. Подходим дальше, Air Starting Wells находится со стороны Камшафта, не так, как у Бурмейстера с другой стороны, в том же с реальным мы тоже их дергали, и на ночь все тоже занимались оверхолом, очень-очень неудобно, здесь подошел, прям сверху выдернул, все классно. Дальше, на Simunderhead находятся три Field Injection Wells, не так, как на Бурмейстере, два Field Injection Wells, они обычные, не Sliding Wells, а обычные фасунки, вот и все. Это VAC, такого я не слышал, Variable Exhaust Closing, это регулируется угол закрытия Exhaust Velva, ну, все зависит, естественно, от нагрузки, от наддува и от RPM. Есть воздушный цилиндр, пневмоцилиндр, который с помощью регулятора все это считывает электронный и задает сигнал, и получается он начинает вращаться и двигает дроссель, дроссель, который вот этот весь все, поток масла, который идет через актуатор и давит, давит на поршень, когда, чтобы Exhaust Velva открылся, он просто в определенный момент, если опускается вниз, то немного масла перепускается на всасывание снова, и получается, как они пишут, хайдролик становится меньше, и Exhaust Velva закрывается раньше, ну, начинает он работать с 65-80% нагрузки главного двигателя, получается, значит, Exhaust Velva закрывается немножко раньше, все это работает в паре с VAT, это тоже есть на Burmist Rewind, Variable Injection Timing, и еще есть там Variable Injection Timing and Fuel Quality Settings, это все вместе, ну, тоже угол обрежения подачи топлива, все это в связке с VEG работает, и получается, как бы, идеальное сгорание, максимальное сгорание, выхлоп газов хороший, и все такое, ну, вот у нас он периодически работает, не работает, на заказе запчасти, поэтому познакомились, пусть главного двигателя, ну, естественно, осуществляется с моста, если как на Burmist и Вайн, мы также прокручиваем валоповоротку, потом у нас есть телеграф, мы задаем Dead Slow Head, потом ручка пуск воздух, потом на топливо, здесь эта ручка отсутствует, просто если мы будем запускать телеграфом, он стартанет на топливо, и есть в этом регуляторе кнопочка Slow Turning, нажал ее, будет пшикать, пока весь воздух не спустит, ну, попшикал, все 7 цилиндров, тоже индикаторная клапана, еще раз нажал, все остановился, и вот мы проверяли, ну, естественно, с моста запускается, запускали с CPU, очень вообще нормально, поставил, пш-пш-пш, вообще даже не слышно как, потом, есть вариант другой, backup, запускается тумблером, как, можно сказать, как шлюпка, старт, ahead, и потом начинаешь потенциометром крутить заданное, ну, подгонять топливо под обороты, там написано, и аварийный стенд, смотрите, за моей спиной, это мы учили нашего четвертого механичка, кимчика, кореец, тоже все очень просто, спокойненько, запускаешь, так что, четыре варианта запуска, ну, кто работал на бурмейстере, знает, есть такой shock absorbers, либо на каждом ТНВД, как у меня на прошлом контракте было, либо на трубе, здесь это все отсутствует, есть такой dumping vessel называется, вот недавно у нас начало топливо прыгать на fuel oil магистрали, берешь этот dumping air, dumping vessel, заправляешь 25 бар с баллоном, есть 22 цилиндра, значит, открываешь, начинает топливо бежать, подсоединил к одному, спустил давление, ну, заправил давление до 10 бар, смотришь, оттуда воздух пошел, подсоединил к другому цилиндру, открыл, заправил оставшееся давление, снова воздух пошел, закрыл, все, система работает идеально, и осталось на закусочку, что fuel oil pumps, абсолютно другие, не так как на бурме срывать, плунжерные, ну, вот, меня вопрос мучает до сих пор, так, я рассказывал, было куча вариантов, когда плунжерные, пара изношенная, переходишь на МГО, все это со свистом пролетает, ну, естественно, главное не запускается, ну, в аварийном случае можно выйти втроем и дергать эти рейки, то в нашем случае на зульцере сильно не подергаешь, поэтому, поэтому пока не знаю, вот, блочный тип насоса, насос на два цилиндра, ну, седьмой цилиндр сам по себе, что, просто блок, вот, смотрите, за моей спиной я снимаю, просто блок, заходит труба inlet, outlet, return, line, и четыре клапана, первый, suction, второй, stagnation, слово, стагнация, третий, delivery valve, нагнетание, и четвертый, spill valve, ну, вот, тоже фотографии, до этого, разбирали до нас, драйдохи, ну, тут, как бы, все просто, suction, этот, stagnation, это контрольный, контрольный клапан, delivery, под плунжером стоит, идет, потом нагнетание в одну трубу, расходит на три форсунки, и спил, это, спил идет топливо обратно, в обратку, return line, и все. Как осуществляется реверс на Зульцере, не так, на Бруймейсерлайн, где посредством пневмоцилиндра двигается кулачок под ТНВД, здесь, на Камшафте, есть блок, где, находится сервоцилиндр, под его воздействием, подходят три трубочки, контроль ойл, одна, эхэт, вторая, эстерн, а третья уже показывает, когда правильное положение, и, если это, конечно, сложно читать, посмотреть, там есть, уинс, сегменты, которые двигают кулачки, вот я изобразил рукой, как это все происходит, получается, подается в одну полость масло, винс сдвигают эти сегменты, сегменты двигают за собой кулачки, потом пошел сигнал, что кулачки стали в свое положение, например, хэт, пошел пуск, и также наоборот, пошло масло в другую полость, винс сдвинули сегменты вместе с кулачками, пошел, дальше сигнал, значит, эстерный хэт, снова пуск, плавный, и все, был еще другой вариант на митсубиши, где просто этот кампшафт, с помощью гидроцилиндра, переезжал на 15 сантиметров, в одну сторону, и потом обратно, эхэт, эстерн, вместе с кулачками, почему я решил записать это видео, потому что, зульцересивно ничего много в интернете не найдешь, и обучающих видео нет, поэтому, скоро на подходе будут, посмотрите, в этом же плейлисте, разборка и сборка, экзост вэлф, на этом же главном двигателе, и, пистон оверхол, то же самое, на том же цилиндре, так что, спасибо за просмотр, ставьте лайки, если понравилось, буду дальше снимать, в том же ключе, ну, как бы, механизмов таких, все, все как бы одно и то же, просто я упал со главной двери, хотелось бы рассказать, хотя и котлы другие, но, давайте, ребята, подписывайтесь, до свидания, до новых встреч, 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 до новых встреч,